Если бы красноярцы чаще пользовались общественным транспортом, то это, наверное, хоть как-то бы разгрузило город от пробок. Однако с каждым днём автомобилей становится только больше, поэтому дорожные строители сегодня заговорили о необходимости строительства пятого моста через Енисей, так как четвёртый мост, по их расчётам, не избавит Красноярска заторов. Можно ли разрубить ситуацию, разбиралась Надежда Семендеева. Если город будет развиваться, он будет продолжаться, развитие его, то нам, наверное, понадобится и пятый, и шестой мост. Не успели порадоваться, впору проводить новые конкурсы и искать новые инвестиции. Специалисты краевого управления дорог получили результаты мониторинга по Красноярску и пришли к выводу. Городу нужен пятый мост. Статистика впечатляет. Каждый год в городе автомобилей становится на 30 тысяч больше. Предположить нетрудно. К 2015 году, когда переправу достроят, автомобилей станет так много, что новый мост дорожную ситуацию уже не спасёт. Да, наверное, пятый мост является и уже сейчас выглядит как некая необходимость. Но давайте реально оценивать вещи, давайте реально смотреть на мир. Нам надо завершить с четвёртым и посмотреть, насколько серьёзным окажется влияние четвёртого моста на город, а после этого продолжать моделирование, вновь исследовать ситуацию в городе. Красноярск задыхается от пробок, подтверждают и в ГИБДД. Сегодня они рассказали, избавить город от заторов могут только двухуровневые развязки, которые есть во всём мире, но не у нас. Самое время думать и о проездах под железной дорогой. А меры, которые уже должны применяться, не действуют. Закон о принудительной эвакуации повис в воздухе. На календаре 12 июля о эвакуаторах не видел ни один водитель. Я сколько езжу, я даже не видел эвакуатор. Полезный закон тормозят бюрократические препоны. Сменя в административный кодекс уже вступили в силу с 1 июля. На сегодняшний день готовится постановление правительства Красноярского края, в котором будут утверждены тарифы на эвакуацию транспорта, которые будут едины на всей территории Красноярского края. И после утверждения данных тарифов данная система уже заработает в полном объеме. Сколько нужно времени? Это я не готов вам сказать. Есть большие претензии и к пешеходам. Одна из причин транспортных заторов в Красноярске, по мнению сотрудников ДПС, это пешеходы. Они переходят дорогу в неположенных местах, создают аварийные ситуации, происходят ДТП, которые тормозят движение. Единственное, чем довольны сотрудники ГИБДД, это прирост светофоров. Эти объекты появляются по первому требованию. Но опять же, властям Красноярска выдвинули предложение. Электронные регулировщики нужно делать более герметичными, чтобы дождь не обрекал город на автомобильный коллапс. Также сотрудники ДПС подготовили для властей проект, в котором предложили расставить на всех проблемных местах регулировщиков в форме на постоянной основе. Нам осталось подождать, примет ли все предложения полицейских и дорожных строителей администрация города и края. Надежда Семендиева, Павел Иваницкий, 7 канал, новости 24. И обсудить проблему автомобильных пробок в городе мы сегодня пригласили представителя Федерации автовладельцев России по Красноярскому краю Павла Стаброва. Павел, добрый вечер. Добрый вечер. Как вы уже слышали, предлагается строить пятый мост через Несей. Лет через пять скажу, что нужен, наверное, шестой мост. Как вы считаете, есть ли какие-то альтернативные способы разрулить в городе пробки, если не говорить о строительстве мостов или метрополитена? Первый основной способ, который уже давно предлагается, и он должен обсуждаться, и должны действия вестись в этом направлении, это организация движения совместно с РЖД. То есть это организация проколов под железной дорогой для того, чтобы... Проезды, так называемые. Да, проезды для того, чтобы транспорт не ездил вдоль, а мог разгрузить матросово, да, там и так далее, вот такие вот участки. У нас весь город ездит либо вдоль реки, либо вдоль железной дороги. Вдоль реки ликвидируются мостами, вдоль железной дороги ликвидируются, соответственно, проезды по железной дороге. Это только обсуждается или что-то предпринимается в этом направлении? По моей информации, ничего не предпринимается. Мы поднимаем, ФАР поднимает эту проблему достаточно регулярно, но, к сожалению, пока никаких действий в эту сторону по-прежнему не производится, хотя эта тема существует уже лет 5-6, наверное. Какие-то более мелкие действия могут помочь городу? Там, не знаю, правоопородные шлюзы, к примеру, которые сейчас активно внедряются в городе? Более мелкие действия тоже могут помочь. Это, во-первых, ликвидация бутылочных горлышек, то есть мы строим большой скоростной широкий участок, потом все это упираем в бутылочное горлышко. Пример тому, там, мединституты ревокзальные, да, то есть там все упираются, потом едут дальше, побыстрее. Далее, это убирание светофоров, это убирание с дороги наземных пешеходных переходов, которые тоже тормозят движение. Вы сами часто в пробках строительство считали или вообще, сколько времени тратите? Доводится, я просто в последнее время стараюсь не передвигаться днем по центру, особенно летом, на автомобиле, проще пешком дойти куда-нибудь. То есть вынужденная мера, да? Да. Мне в связи с этим интересно, как вы считаете, когда закончится терпение у водителей, и они, наконец, из своих машин пересядут в общественный транспорт? Вообще такое возможно или нет? Возможно, если будет организовано движение общественного транспорта нормально. То есть он не будет представлять из себя вот эту вот знаменитую теплую плюшевую пещеру, да, там вонючую, которая зимой передвигается на колесах, а будут нормальные, чистые, светлые. Какие-то виды транспорта, я не знаю, какие специалисты должны искать. Либо это автобусы, может быть, это какие-то трамваи, может быть, какие-то новые транспорты. И тогда вы с удовольствием пересядете? Я пересяду, я с удовольствием иногда езжу на общественном транспорте, особенно когда вот там машина, например, в ремонте или что-то такое. Ну, либо по центру уже пересядете. Спасибо большое, что пришли, что вы сказали свое мнение. Надеюсь, что в городе станет пробок меньше, а общественный транспорт у нас улучшится.